И всем здарова, с вами Марблик. Сегодняшний ролик будет посвящен астальгии по джоометри дэшу по версии 1.9, с которой я начал играть. Эх, сегодня будет довольно астальгическое видео для многих, потому что многие начали играть в ПК именно с 1.9, ну потому что она там и вышла. В любом случае, поехали. Все началось с того, что когда мой старший брат пришел из школы, он сказал, что ему передали игру. Я не знал, что это за игра, поэтому попросил его показать. Он мне показал, она мне понравилась, поэтому я попросил его также передать. Он передал. С тех пор я начал играть в Джоометри дэш. Я тогда зашел во вкладку с уровнями, но стерео мэддерс мне показался настолько сложным, что я решил его не проходить. Потом, конечно, вернулся, но об этом позже. Я стал исследовать разные вкладки, к примеру, колку с оконками, и вдруг рассматриваю одну из вкладок, где он наркнулся на редактор. Мне понравился редактор, ведь там можно было построить все, что захочешь. Тогда, конечно, был только превью мод, потому что посмотреть, что ты реально построил, было практически нельзя. Конечно, тогда я многого не понимал, поэтому я просто строил в свое удовольствие. К счастью, ничего такого я не выложил, и я этом очень рад. В любом случае, все остальные мои карты были довольно говенными, но, конечно, я же строил в первый раз. В любом случае, вот так вот изучая редактор, я его изучал, изучал, изучал. Научился менять музыку, мне тогда понравилась очень песня Электродинамикса. Она была динамичной, крутой, эпичной. Но я часто ее путала с музыкой Электромана Адвенчера, потому что ее названия были похожи, а будучи мелким шкетом, я не особо различал буквы в английском языке, потому что толком-то я не знал английского. И тогда, в те самые времена, я и научился строить. Да, сейчас, как вы видите, на заднем плане это мой уровень. Кстати, в описании будет его название. Но сейчас не об этом. Естественно, такая страсть развила мои навыки в креаторстве, но, к сожалению, не развила мой скилл в гейме 3D. По этим причинам я очень долго не мог пройти злосчастный стерео мэднес и прошел его только в версии 2.0, а не в 1.9. Ладно, все, чем я занимался в версии 1.9, я рассказал. И сейчас я хочу рассказать о том, чем занимался мой друг в этой же версии. Он не особо развивался в креаторстве на тот момент, поэтому он больше проходил уровни. Естественно, что сказалось. Но это сказалось не на моем скилле, как я говорил ранее. Он из этого прошел в стерео мэднес, и это меня очень удивило, потому что, как я говорил ранее, я его пройти не мог. Кстати, у него есть канал на ютубе, называется Автомник. Ссылка на него будет в описании. Ну что, я сказал все. Но следующая версия будет 2.0, а в ней было все гораздо интересней. Ну давайте договоримся. Если на данном ролике набирается 20 лайков, и в общем на моем канале мы добираем 20 тысяч просмотров, то тогда я сразу начинаю делать новую часть. Ну что, вы сможете? Да, я знаю, что вы сможете. Поэтому, ну что ж, на этом все, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.